Здравствуйте, друзья! С вами Алексей Лазарев. О полезных свойствах авокадо известно многим. А действительно ли авокадо так полезно и так положительно влияет на сердечно-сосудистую систему? Об этом поговорим в этом видео. Авокадо в последнее время стал любимым фруктом многих россиян. Блюда с авокадо пестрят в ресторанах и на домашней кухне. Многие уверены, что авокадо очень помогает здоровью, несмотря на некоторый скепсис диетолога в отношении этого плода. На 100 грамм авокадо приходится около 200 килокалорий. Жиры составляют основную массу сухого вещества. Это 20 грамм на 100 грамм. Вы не поверите, насчитывается более 400 различных сортов авокадо. А за свою пищевую ценность плод в 1998 году был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Авокадо известен очень давно, еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Его впервые стали выращивать в Мексике и странах Южной Америки. А потом в Европу вы привезли испанцы. Что же такого полезного и питательного есть в авокадо? Большое количество жира в плоде представлено как насыщенным, так и ненасыщенными жирными кислотами, что создает альтернативу жирам животного происхождения. А по вкусу можно представить, что вы едите нежное сливочное масло. Жиры, содержащиеся в авокадо, помогают хорошо всасываться жирорастворимым витамином. А, Д, Е, который входит в его состав. В нем есть также многочисленный спектр и других витаминов, микро- и макроэлементов, таких как калий, кальций, магний, медь, марганец, железо, фосфор. Это делает авокадо эффективным антиоксидантом с противовоспалительными свойствами, что предотвращает преждевременное старение клеток, помогает бороться с болевым суставным синдромом. Авокадо способно восстанавливать уровни и другого важного антиоксиданта – глутатиона. Об этом антиоксиданте есть отдельное видео. Обязательно посмотрите. Есть данные о противораковых свойствах авокадо. В большей степени это касается рака полости рта, кожи и предстательной железы. Добавление авокадо в ежедневный рацион может защитить ткани глаза от повреждений солнцем, предотвратить образование катаракты и дегенерации сетчатки. Авокадо помогает бороться с лишним весом, несмотря на свою кажущуюся калорийность. Немало количества клетчатки, содержащейся в этом фрукте, быстро создает чувство насыщения, что способствует снижению веса. Однако, последнее исследование американских ученых показало, что употребление одного авокадо в день в течение 6 месяцев существенно не влияло на жир на животе, жир в печени или окружной стали у людей с избыточным весом или ожирением. В то же время, не способствовало и увеличению веса. Но было отмечено, что люди, употребляющие авокадо, как правило, имели более сбалансированный и качественный рацион. Кто знает, если бы им добавить физической активности, то их вес пошел бы на убыль. Но, однако, в эксперименте это не оценивали. А что же касаемо сердца сосудов холестерина? Еще в далеком 1996 году впервые ученые показали антихолестериновый эффект от ежедневного потребления авокадо. Добавление авокадо в рацион пациентов с высоким уровнем холестерина в течение одной недели приводило к 22% снижения уровня фракции плохого холестерина и на 11% повышения фракции хорошего холестерина. В последнем исследовании, о котором говорилось выше, где оценивали жировую массу пациентов, также анализировали параметры липидного профиля. Но все получилось гораздо скромнее. Ежедневный прием авокадо привел к снижению общего холестерина в среднем на 0,2 ммолит и холестерина алипротетов низкой плотности на 0,3 ммолит. Очень незначительные изменения. А включение авокадо в дневной рацион не приводит к увеличению веса и немного снижает уровень холестерина алипротетов низкой плотности. Авокадо может быть полезным добавлением хорошо сбалансированной диеты. Рассказывает Пенни Крис Этертон, профессор диетологии университета Эвана Пью в Пенсильвании. В целом, потребление авокадо связано с общим улучшением качества диеты, что, несомненно, поддерживает здоровье, в том числе и сердечно-сосудистой системы. Но не стоит уж слишком рассчитывать на чудотворные эффекты этого плода. Авокадо, безусловно, не лекарство и не панацея, но вкусный и совсем не вредный для здоровья фрукт. И практический совет. Чтобы авокадо не потемнел, после разделения его на две половинки, лучше его мякоть сбрызнуть лимонным соком, или для усиления вкуса хорошо подойдут соевый соус или растительное масло. Берегите себя, будьте здоровы, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми узнавать о новой, актуальной и интересной информации из мерокардиологии и смежных областей. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Вы можете записаться ко мне на консультацию, пройти у меня их кардиографию. Контакты клиники в описании к этому видео. Напишите, насколько полезной была эта информация для вас. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok